За прошедшие сутки в результате боевых действий в районе АТО погибших среди украинских военных нет. Десять человек получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, на Мариупольском направлении накануне было относительно спокойно. Но несколько обстрелов со стороны боевиков все же было. Так, со 152-мм пушек и минометов террористы били по нашим позициям в районе Павлопольского водохранилища. В то же время на Донецком направлении активные боевые действия велись возле аэропорта. Тут противник вовсю использует запрещенное тяжелое вооружение. Пушки и танки сосредоточены практически на самой линии столкновения. Артиллерия террористов обстреливала наши позиции в районе Марьинки, Старогнатовки и Гранитного. В районе Горловки враг применял 122-мм минометы. Кроме того, тут была зафиксирована работа снайперов-боевиков. Обо всех провокациях со стороны террористов украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ. Украинские представники у СПЦКОНТРОЛЮ та координации питаний припинения в огню поведомили членам миссии ОБСЕ про нічні обстріли російсько-террористичными войсками города Горловки. Так, 10 червня шахта им. Гагарина, что расположено на оккупированной территории, по західній околице Горловки были минометы калибром 120 мм. Наслідок этих обстрелов были и погибли, и поранены среди мирных жителей. Это было зафиксировано черговой изменой СПЦКОНТРОЛЮ и КОРДИНАЦИИ. СПЦКОНТРОЛЮ.